здравствуйте с вами александр как говорит александр сотник не хочу быть кассандрой но серии техногенных катастроф россии продолжается крайняя катастрофа сиродвинск взор в жидкостной ядерной ракеты в общем это второй чернобыль чернобыль 2 0 и ситуация как и сериале с чернобылем повторяется людей ничего не предупреждают погибших двое пострадавших шестеро доставлено в москву все не с традиционным облучением погибших по википедии из чернобыля 35 человек то есть представляете чернобыля погибло 35 человек всего лишь и это вот самая правдивая википедия которая очень многие доверяют выдает такую цифру надо было выдать и 20 человек какая ситуация происходит северодвинске весь йод в аптеках скуплен население ничего не говорят как всегда в общем территория заражена отмечено заражение даже финляндии видели повышение радиационного фона весь мир требует от россии каких-то объяснений но у нас как сериале чернобыль рассказываешь и все хорошо эвакуации никакой не надо только солдаты бегают в языка летняя форма одежды хорошо в языках только в резиновом костюме забрали полном бегать 25 они временный выброс традиционного фона как все ученые подтверждают если выброс бывает он не временный будет или 25 лет минимум а то есть и 1000 пока этот весь полураспад произойдет мусор каши из до этого воевали ну шо вот мусор каши из вот мусор киши из добавилась радиации на ра многие из вас даже не знаю что такое в архангельской области была мусор каши из вообще есть и будет продолжаться ее строительство активно строится а всех местных жителей которые препятствуют этому судят репрессирует по полной программе да больше печальные вести рассказы хотел бы рассказывать эти печальные вести думаете мне не хотелось бы рассказывать как все замечательно как цветет прекрасный гибискут за моей спине спиной как я рад своему псу бонифаций как светит солнышко и все прекрасно но нет не все прекрасно сейчас начнут умирать люди десятки сотни тысяч лучевой болезни последствия связанных с ней селял чернобыль на проходе по полной программе рекомендую посмотреть кому если вдруг интерес и принимать какие-то меры да какие меры в голове порядок наводить разбираться и где потапенко виноватых во всех проблемах ащите в зеркале ну не начните с себя начни с себя и заставь другого в этом более точная форму отдавайте других там власть имущий заставлять чтобы у нас была достойная жизнь не ждать доброго царя который придет всех спасет нет все зависит от нас там что там народ заслуживает своего правителя из той ситуации которая находится ну значит мы заслужили так может быть давайте что-то делать чтобы выходить из этой ситуации что я вижу как выходить самообразование и опять перестаньте верить и смотреть этот зомбоящих он отравляет вас боевой пропагандой все вот это официальная наука вместе с википедией вот вам один из из примеров по википедии умерла чернобыля 35 человек вы сами этого это верите также не пасе развеску напишут погибло двое всего а те кто погибнут в больницах также рекомендации для для тех кто хочет минимизировать это отравление изучайте правильное питание а то вот сейчас канал 1 знакомы у него муж с раком желудка они в ролике мясной хлеб диетический салат с курицы мясо 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 одно сплошное мясо и они надеются на химиотерапии а еще не 20 курсов радиотерапии и осенью кусочек желудка вылежит он у него боец он выдержит до боец до выдержит но если бы мы вместо животного белка давали вот эти фрукты и плоды термически необработанные удалось бы все это легче не может быть даже без операций и без этой ужасной химиотерапии и радиотерапии но нет мы доси верим этим установку до мяса надо есть до мужчина без мяса да там не заменим аминной кислоты да там белки да там чего только нету шесть с половиной лет стаж моего веганства по осени будет 7 полгода назад я снимал ролик на превьюшки чикаго на инвитро или как называется мой очередной первый день рождения то есть по заветам врачей через пять шесть лет веганского образа жизни заканчиваются все незаменимые аминокислоты вещества и прочее прочее в общем все заканчивается вот уже пошел седьмой год никак ничего не заканчивается только все прибавляется силы здоровья разума интуиции дорогие друзья давайте давайте брать ответственность свои руки за свою жизнь движение за все что происходит вокруг нас и стараться изменять эту ситуацию к лучшему да может быть эта информация такая резкая и кому-то мир рушащий попробуйте допустить возможно она окажется реально просто проверьте попробуйте сравните ищите данные фокусируйте свой фокус внимание все вы найдете если вы не будете в шорох смотрит только то что варю сварочную маску одеваешь а там не такой маленькая забральца вот это забральца открываешь да и чего-то там видно только то что в это забральце тут же не молоток не щетка найти не могу также и мы всю жизнь в этих шорох вот нам что показывает официальная наука и шах влево шах сторону можно тоже отвернуть голову сторону посмотреть это не видишь путь но когда ты снимаешь маску ты в шаге от этой огромной картины мира которая тебя скрывалась и было какой-то такой непонятно непонятный прям такой сложный сложный да ничего тут сложного нету будет ничего сложного нет все тут элементарно просто надо пробовать разбираться заниматься опять вот этот северодвинск это не последняя катастрофа нас ожидает серия техногенных то есть перья разваливается сколько у нас этого ядерного хлама по всей стране а сколько бактериологического оружия химического и прочего оно все так же спустя рака рукава разгильдяйство халатные отношения все вот этот хранится под открытым небом идет разрушается взрывается но если нас чернобыль не разбудит значит раз на раз это будет какая химическая атака бактериологическая ну или такие я даже не знаю что нас может разбудить ладно сделаем хатовскую паузу хотел думал призвать там блогеров которые там снимают ролики снять ролик на эту тему зачем каждый каждый делает то что считает делать нужно вот я считаю нужным делать такие дела да я могу снимать каждый день про кошечек собачек цветочки все прочее которые вам нравятся ролики не само не нравится но когда такое происходит кругом не могу я снимать про этих цветочек да я радовался вчера этому гибискуса и сфотографировал этот цветок выложил instagram ура дождался но радость вот этого цветущего цветка обращают то что случилось в северодвинске это мертвый регион там теперь там были рыбаки и там все там было на теперь вот этого всего не будет всем оттуда надо сниматься и съезжать северное море отравлено оттуда попадет в баренцево да может быть радиация не так страшно как и умолюют но тем не менее надо думать делать желаю вам всего доброго счастья здоровья не стоять на месте развиваться искать ответы на все интересующие вопросы поверьте если у вас будет желание найти всегда найдете и это будет вообще не сложно легко то счастье то тот миг момент озарения когда вот сняли в эту маску шоры запомните это чувство это такое прекрасное чувство вы на него подсадить и вы будете испытывать вновь и вновь эту жажду знаний поиск вот этих вот открытий и таких вот простичковых вот как у меня с павлом лобанова там полгода или год назад это было снять очередной маски ты их снимаю периодически она как матрешка снимаешь одну маску там еще там еще еще их надо снимать снимать и снимать всю жизнь мы снимаем эти маски шоры пытаемся найти истину правду вот ты еще тут найдет желаю еще раз всего доброго счастья здоровья давайте делать нашу землю здоровой прекрасной без всего вот этого плохого чего с ней происходит давайте лечить выздоравливать наша земля это как наше тело наш организм волосы это и леса где-то подлиннее где-то покороче кожа это и земля